Всем привет! Вы на канале про политическое бюджет в США. Меня зовут Марина Соколовская. Сегодня мы с вами рассмотрим крайне важную тему. Тема звучит так. Как мне усилить кейс, если у меня нет доказательств? Поехали! О чем речь вообще, собственно, да, как бы, как вот у меня нет доказательств? Ну вот так, представьте, что человек бежал, схватил в одну, там, в одну руку ребенка, в другую кошку, жену, один чемодан на всех четверых и прибежал к границе между Мексикой и США, перешел, спасся, и здесь вот он уже вроде бы на свободной земле, да, свободно дышит, не боится, что его арестуют, не боится, что его там, не знаю, что-то с ним сделают, а при этом у него вот уже замаячил суд, доказательств у него нет, а история у него при этом неплохая. Что же делать, как с этим бороться, разбираться и так далее. Помню как-то, когда только я начинала работать, настолько я, скажем так, обалдевала от количества кейсов, когда люди прибегали сюда, они могли там все собрать. Вот давайте отдельно сейчас поговорим. Они могли, у них было время, какой-то был промежуток времени, они могли что-то там собрать, но они махали на это рукой, потому что слушали помогаторов, которые очень часто писали, 90% доказательств вы можете собрать, когда уже находятся на территории США. Это и правда, и неправда, давайте сейчас мы это все разберем. Так вот, если вы пока еще на какой-то территории, которая не США, где вы можете как-то что-то собрать, обязательно досмотрите это видео до конца, потому что мы сейчас будем говорить, что, как и где собирать. И это будет касаться и тех, кто в США в первую очередь, и тех, кто в третьей стране, и тех, кто на родине. Так вот, я помню, даже написала какой-то порыв души где-то вся в фейсбуке, мол, ребята, ну что же вы с такими историями едете без доказательств. Имелось в виду, действительно, это был порыв души и плач, потому что истории действительно хорошие. И люди могли на месте разобраться. Но они приезжали в США, и потом вдруг выяснялось, тут свидетель умер, тут отказался общаться, то есть тут еще что-то, и люди оказывались без доказательств. Так вот, вернемся к нашим баранам. Первое. Исходя из того, что у нас был прецедент в 85-м году, история, ваша история, это доказательство номер один, самое первое, главное и основное. Когда вы приходите на индивидуальный суд, помним, да, у вас там будет два типа, ну, допроса. Один такой, скажем, прямой линии, не прямой. Это когда вас допрашивает ваш собственный адвокат. Вы это с ним отрепетировали заранее, в хорошем смысле отрепетировали. Вы знаете вопросы, знаете, как правильно отвечать, точнее, как правильно подавать свою историю. Так вот, в этом случае вы выступаете как свидетель по собственной истории. Вы то самое живое доказательство того, что это произошло. И почему история, почему прецедент 85-го года стал возможен? Потому что ни прокурор, ни судья, особенно прокурор, не смог доказать, что история не является достоверной. Ведь номер один, какую проверку номер один проходит ваша история и ваши показания? На достоверность, на достоверность. Если ваша история не является достоверной, если вы сами вызываете сомнения, сейчас я отдельно об этом скажу, то это будет причина отказать. То есть история, история, история. Почему мы сдираем в буквальном смысле три шкуры с наших клиентов, пока историю переведем в порядок? Потому что это первое и основное доказательство. То есть, вот смотрите, я сама только что себя опровергла. То есть сказать, что у вас полностью нет доказательств, вы не можете. Потому что у вас есть история. Давайте вот здесь вот вы выдохните и поймете, что что-то у вас все-таки есть. Это номер один. Номер два. Вернемся немножко к этому моменту, который является недостоверностью, и когда мы говорим про историю или про того, что вы не заслужите доверия. История и ее недостоверность – это одно. А вы и невозможность вам доверять – это другое. В каком смысле? В истории вас могут выдать факты, отсутствие логики, разрыв повествования и так далее. Это все вам скажет адвокат. А вы можете довести прокурора до ручки, скажем, и судью до того, что он скажет, я не дам вам политическое убежище, если будете врать по мелочам. Мы сейчас не говорим про историю. Переехал из одного что-то в другое и не сказал об этом суде и АИС, например. Получал помощь, фудстемпы, при этом доход был прекрасный, скрывал доход. Все это вывалилось в какое-то расследование от АРС. Вы никогда не знаете, за что может сцепиться судья, если он решит назвать вас недостоверным. Поэтому вот этот момент отдельный, это бонус, скажем, для сегодняшнего видео, помните его. Значит, момент номер два. Свидетельские показания. Вы приехали, вот вы тут были, там были, с собой ничего не взяли. Первое. Обязательно посмотрите наше видео про свидетельские показания. Я там прям подробно рассказываю, где и как что брать, какие подходят, не подходят. Опять же, в нашей группе в Телеграм, куда вы должны прийти, подписаться, есть бесплатно, что правильно, форма для сбора свидетельских показаний. Это то, что вы посылаете своему свидетелю. И прям по этой форме свидетель, не отступая ни от строчки, должен написать. Причем у нас форма очень хорошая. Там в начале человек свидетельствует, то есть он говорит, я видел, как Иванова Ивановича на митинге в поддержку Навального схватили, понесли, ударили лбом об землю, били, пинали. Это одно. А в конце мы свидетеля просим быть немножко экспертом. Там такая фраза, я ее опять же отдельно в видео разбираю, посмотрите его обязательно, здесь коротко говорю. Как бы мы просим сказать свидетеля, что будет с Ивановым Ивановичем, если он, не дай бог, вернется, например, в Россию или в Беларусь, или в другую страну, где его преследуют. То есть экспертное мнение и мнение о свидетеле, это разные вещи, но мы их в этой форме совместили с тем, чтобы это было более весомо. Берем форму, теперь как работать со свидетелями. Предположим, вы вот только что пересекли границу, доказательств нет, и вы сидите и думаете, суд-то у меня через года полтора. У меня еще будет время, и будет то, понимаете, вот кирпич, который упал с крыши и, возможно, упадет на голову вашего свидетеля, он, вполне возможно, уже на самом краю лежит, и ему для того, чтобы упасть, осталось воробушку присесть, понимаете? Люди смертны. Да, и как там Булгакова, смертны внезапно, это раз. Два, люди имеют свойство менять свое мнение. Сегодня он сказал, да-да, я за тебя подпишу все, что угодно, присылай, я расскажу и так далее, завтра он передумал. Три, завтра он не может этого сделать, потому что у страны железный занавес. Поэтому, если вы только что пересекли границу, сидите и чешите себе макушку. Первое, что сейчас нужно сделать, собрать весь список свидетелей, которые могут быть по вашему делу, пусть даже адвокат вам не сказал. Есть такая штука, называется supplemental package. Supplemental package это как раз сборник всего-всего-всего, вот всей этой мякотки, что нужно нести в суд. И там, в том числе, и свидетельские показания. И, как правило, адвокат работает по вашей истории и говорит, было бы хорошо, если бы вот этот свидетель был показания, и вот этот, и вот этот. Предположим, у вас сейчас нет адвоката, у вас нет на него денег, или, ну, предположим, его нет. Предположим, вы еще не работаете на supplemental package. Не ждите, когда у вас появится адвокат. Возьмите свою историю, подумайте, поговорите с женой, с мужем. Кто из соседей мог бы выступить на вашей стороне? Ну, то есть, все, все, кого можно опросить, прямо сейчас опросите всех, кого можно. Обязательно. Очень часто из этого начинают поступать, вот я такие вещи говорю, и начинают поступать технические вопросы. А письменно, не письменно? А можно без нотариуса? Ну, естественно, нотариус у себя оставит копию. Если какой-то ваш свидетель придет и расскажет какие-то вещи, за которые он тоже может сесть, да, то нотариус останется с копией вот этих вот показаний. Оставьте его человека с этим вот материально заверенным документом. Попросите копию паспорта. Если нет загранпаспорта, просите копию прав, копию внутреннего паспорта. Если человек говорит, я не могу, у меня нет компьютера, не могу написать, пусть пишет от руки. Вам, ваша задача прямо сейчас, собрать те доказательства, которые вы можете собрать в этих условиях. Дай бог, пройдет полгода, может быть, какой-то ваш свидетель уедет, не знаю, в Германию, запросит там политическое убежище, и уже оттуда спокойно не только даст нужные показания, но и скажет, я тебе и по Вебексу в суд приду, я и в суде все скажу. Мы не знаем, что будет. Возможно, будет Германия, а возможно, тот самый кирпич, который лежит уже на краю крыши. Поэтому берите то, что нужно прямо сейчас. Закончите смотреть это видео и сразу набирайте своих свидетелей и спрашивайте их о показаниях, о форме берите у нас в группе в Телеграм. Третий момент. Очень важный третий момент, очень хрупкий, давайте его внимательно разберем. У нас где-то есть видео, где я говорю, или это был кружочек в группе, где я говорю о нарочитости. Вот смотрите, почему так важно понимать это слово, как оно применимо к этой ситуации. Давайте сравним два типа ситуации. Первый тип. Человек где-то там, например, в Белоруссии или там в России был активным позиционером. Ходил на митинги, не считал нужным себя фотографировать, не считал нужным где-то чекиниться, потому что это была часть вот его жизни, его борьба, как говорится. Вот он ходил, принимал участие, что мог, делал, потом доходился до того, что нужно было бежать. Прибежал сюда, и опять, это часть его жизни, он без этого не может. И он опять начинает ходить, и опять находит своих, условно, здесь там у него были свои, здесь он находит своих, и начинает с ними все это дело продолжать. И другое дело, вот эта нарочитость, в чем она видна, когда человек там никуда не ходил, перебежал границу, и здесь нарочито начал ходить везде. Чувствуете разницу, да? Вот смотрите, если вы там везде ходили, но не делали фотографии, ничего, первое, что нужно сделать? Первое, это проверить себя по всем возможным тегам, по всем возможным средствам массовой информации. У нас уже два случая есть, только у меня два случая, когда я человеку сказала, попробуй, проверь, и один нашел себя на сайте BBC, а другой, по-моему, CNN. То есть, если вы ходили где-то в первых рядах, многие держали плакаты и так далее, но просто не считали нужным это как-то фиксировать, потому что, повторю, это была часть жизни, ты же не фиксируешь каждый момент своей жизни, то вы можете найти себя по тегам, на общих фотографиях, в средствах массовой информации, обязательно, обязательно сделайте это. Возьмите и просмотрите сейчас, и даже если вы увидите там какой-то кусочек шапки, не знаю, у вас какая-то была очень какая-то заметная куртка, возле массы стоит какой-то ваш знакомый, обведите себя, это уже является доказательством похода на митинг. Да, многие сейчас могут сказать, само по себе посещение митинга не является причиной для получения политической биржи. Да, абсолютно, мы об этом и не говорим, мы говорим в совершенно других вещах. Мы говорим о том, что вы были там частью этого процесса. И когда приехали сюда, вы тоже стали частью этого процесса. Вы ходите, так вот, когда вы ходите на эти митинги здесь и делаете фотографии уже здесь, потому что вы поняли, что, собственно, ну что же я так, что же я так, там-то я был таким активным оппозиционером, он ничего с тобой не привез, давай я хотя бы здесь сфотографируюсь. Вы здесь не просто ходите, вы обрастаете связями. Вполне возможно, вполне возможно, что в этой толпе, которая будет стоять напротив консульства Российской Федерации в Нью-Йорке или посольства в Вашингтоне, вы встретите тех же самых людей, которые были с вами, не знаю, в одном, в одном закутке, где-нибудь в СИЗО, где вас задержали после какого-то митинга, еще где-то. Кто его знает, кого вы встретите, кто его знает, какие люди вам там попадутся, кто его знает, какие у вас есть между вами связи и что вас связывает. Вы никогда этого не знаете, пока не поговорите, не познакомитесь. Третий момент крайне важный. ОВД-Инфо и другие оппозиционные организации типа Весна, еще какие-то, иногда выкладывают такие вещи, там, фамилии, фотографии, что вы даже не знаете, что вы могли там быть. Обязательно прошерстите сайты типа ОВД-Инфо или Инфо, я не знаю, как я неправильно ставится, посмотрите, нет ли там упоминания о вас. Бывает, что они целым списком, они берут там целые там 200 человек задержанных и целым списком их публикуют. Сходите и поищите ваши данные на этих сайтах, на всех, на которых возможно. Обязательно. То есть, смотрите, ваше участие здесь в оппозиционных каких-то мероприятиях, оно должно быть не просто вышел, постоял с плакатом, а оно должно быть более осмысленным. Вы ищите своих, вы ищите тех, кто мог с вами быть где-то на одном и том же мероприятии и может какие-то общие моменты подтвердить. Вы ищите себя в тех средствах массовой информации, которые, возможно, вполне возможно, присутствовали на том же самом мероприятии. Обязательно. В общем, друзья, на самом деле, когда вы к нам присылаете кейсы на оценку и пишете обязательно, у меня нет доказательств, поверьте. Кроме того, что мы очень хорошо профессионально проверяем ваши кейсы, мы еще обязательно указываем, что доказательство может быть вот здесь, вот здесь, вот здесь и вот здесь. То есть, отложите пока в сторону country condition, потому что очень многие путают и говорят, а ситуация в стране, а country condition это доказательство? Нет, это не доказательство, это общее положение дела в стране. Вся Северная Корея не может просто прийти к границе между Мексикой и США и попросить политическое убежище за общего положения дела в стране. Вы должны искать доказательства по вашему делу. Так вот, когда вы нам пишете, у меня нет доказательств, мы обязательно конкретно по вашему делу укажем, где их можно поискать. Обязательно. Поэтому присылаем кейсы на оценку, видите, это дает вам несколько бенефитов. Покажет слабые и сильные стороны и в том числе даст возможность лучше собрать пакет с доказательствами, даже не доходя до адвоката, и не доходя до того, что адвокат вам будет показывать пальчиком и говорить, нужно бы это и нужно бы это. подписываемся на все наши каналы тоже обязательно про доказательства мы очень много говорим в нашей группе разбираем разные виды доказательств это очень полезно и собственно на этом все всех люблю целую пока